Ты точно хочешь что-то? Музыкант ли я? Ну, я думаю, что больше да, чем нет. Если я MC, это музыкант, то да. Freedom, отчасти, наверное, какая-то свобода слова. Поэтому Freedom. Привет, меня зовут Эрик, MC Freedom. Ныне Amor Alex, ну это некая альтер-эго. Как я стал MC? Курьезный вопрос, курьезный. Это была пиратская станция, если не ошибаюсь, 4. И тогда я впервые увидел, как человек с микрофоном может заводить толпу. И это меня завело, по-настоящему завело. Кстати, кстати, Леша, большой тебе привет. Это был MC Dosh. Тот, кто вдохновил меня. Конечно же, после этого я прослушал скибади и понял, что, о господи, это что-то невероятное. Я хочу стать MC. О, мое первое выступление. Не знаю, как попадали другие MC, но, скорее всего, это просто происходило как-то через знакомых, еще что-то. В моем случае это было нечто похожее на попсу, когда я позвонил по номеру телефона офиса клуба «Тоннель». И я нашел их номер телефона в желтых страницах. Перьезно. Я позвонил, представился, сказал, что я очень хочу выступить. И вот у меня было несколько текстов. Меня попросили записать диск. Точнее, записать некий вокал на диск о том, как я читаю под какой-либо минус. Ну, драма и бэйс в стиле. Вот, мы с другом поехали. То есть я записал этот диск. Мы с другом поехали в офис клуба «Тоннель». И самое смешное, что это было 7 мая, то есть день рождения клуба «Тоннель». А мы почему-то решили, ну, возможно, мне послышало, что мы приехали именно в офис. А в офисе никого нет. А время 11 часов вечера. И мы как дебилы стояли там, стучали, стучали. Ну, естественно, я позвонил Анне Москвиной. Я говорю, Анне, а в офисе что-то никого как-то и нету. А что делать-то? Кому отдавай диск? Он говорит, ты что, парень, в клуб приезжайте. И тут как раз твои диск не нужен, будет классное настроение. Мы тебе дадим даже почитать немного минут 10-15, и что будет очень здорово. Ну, естественно, мы там впервые в жизни в клуб «Тоннель» едем на спортивную. Мы заходим, и в этот момент выступает как раз «Гангстер», «Топпер» номер 7. И мне дают 10-15 минут на то, чтобы выступить. Естественно, я нервничал голоса, у меня не было никакого. И с каждым разом это становилось все круче, круче. Мой скилл оттачивался. Мы начали выступать и по пятницам, и по субботам. Оттуда начались мои гастроли. В общем, все завертелось, скружилось. Пошли, поехал. Идея для текста. Ну, я уже упоминал о том, что у меня протест какой-то всегда есть в душе. И все мои тексты посвящены, наверное, против какой-то, не знаю, сюрреализма современного, каких-то понятий, против социальных установок. В моих текстах не бывает такого, что я читаю себе, что я насколько крутой. Ну, как это обычно бывает, например, у рэперов, что я лучше всех. Я там трахал твою маму, не знаю, трахал там все, что движется. А то, что не движется, двигаю и трахаю. Нет, это вообще не обо мне. Здесь я более скромный. Это в основном текст либо про вечеринку, о том, что это все круто, там, пати, пати, пати. Либо о том, что пошло оно все в задницу. Помню ли я свой первый текст? Первый текст. Да, как раз он-то, он как раз-таки про вечеринку. То есть он такой задорный, быстрый. Но скилла у меня тогда бы не хватало, поэтому там в основном я опирался на БПП. Ну, такое. О чем был этот текст? О том, что люди двигаются, о том, что им это очень нравится, о том, что это может происходить каждый день, и от этого не становится скучно. Расскажи какую-нибудь дикую историю, связанную с клубом Тоннель. Такой их очень много. Я не знаю, насколько можно быть откровенным в этом интервью, но аж до однажды, ну, помимо, наверное, драк и таких лютых вещей, однажды я писал с колонки на третьем танцполе. Я был очень пьян. Ну, если о такой дикости говорить. Как Тоннель был корнем для создания диких каких-то вещей, которые происходили вокруг. Да, я ездил на гастроли. Вологда, Москва. Кстати, не раз даже в Воронеж мы ездили. Краснодар. Еще несколько городов я так, честно говоря, не помню все. Не то, чтобы их было много, просто это было очень давно. Вот, кстати, крайний раз мы когда ездили, нам не заплатили. Поехали на свои деньги. Но таковы будни драмангбэс-артиста. Расскажи про свой микрофон. Он железный, точнее, алюминиевый. Я долго искал полую биту. Была мысль сделать что-то очень крутое с микрофоном. Не потому, что понты, а просто мне нравится. Ну, это же так круто, его держать вот так. Очень, не очень удобно. То есть рука встает после часа выступления, потому, что приходится держать его, в принципе, где-то на мизинце. Да, в основном это мизинец. И, соответственно, через час он как бы так немножко отмирает. Но я думаю, что он этого стоит. Ну, вызывает он, конечно, немало эмоций. И было опасение, что меня не будут пускать в клуб, потому что, ну, типа, это же как бы оружие вообще в целом. То есть, конечно, он побитый, но не от головы в основном, потому что он падает, а падает он потому, что он тяжелый. И я часто бываю пиан. Публика в Петербурге либо в других городах. Публика в других городах, скорее всего, более дикая, более голодная, наверное. И за счет этого чуть более благодарна. Но это, в принципе, адекватно, потому что нас же здесь видят часто. Это как, например, мы поедем куда-нибудь в Лондон, и там невероятный состав артистов, и для нас, конечно, это, о, господи, там, не знаю, хазард, хайп, и пошло-поехало. А для них это ребята каждую пятницу, в субботу выступают где-нибудь в фабрике. Поэтому в этом плане могу сказать, что да, на гастролях реакция от тебя, она гораздо ярче. Это точно. Самое сложное в организации — это, я бы сказал, самое важное, немножко перефразирую этот вопрос, поскольку самое важное в команде — это, на мой взгляд, мне кажется, должен быть лидер. Лидер и система, чтобы каждый занимался своим сегментом и не пересекался с другими. Конечно, у нас в команде один может другому посоветовать, но напрямую как-то на это действовать, мы это исключаем. Мы также ввели систему Agile. Agile — это некая система, где вы каждый день общаетесь, каждый день, независимости, там, от, не знаю, от погоды, от каких-то факторов. И в одно и то же время вы обязаны рассказать то, что было вчера, то, чем вы занимались, и рассказать о ваших планах на следующий день. Каждый член команды знает то, чем занят его калеков. И таким образом вы идете потихоньку вверх, и возможности там, допустим, схалявить или какие-то иметь пробелы информации, они исключаются. Вот, собственно, по крайней мере, наша модель. Rave Mi 4. Я думаю, что, наверное, провести в Петербурге некое хотя бы подобие Larry Throne. Почему именно Drum and Brace? Ну, это любовь. Любовь с первого взгляда. Как можно объяснить, почему ты кого-то любишь или любишь что-то? Давай я поживаю, ну, слушай, Drum and Brace. Изучить историю. Наверное, в каждой сфере важно понимать, откуда это взялось, чтобы понимать, куда мы идем. Разумеется, мне бы хотелось лично от себя, наверное, пожелать им танцевать. И быть чистым. Пожелание лично принять. Быть настоящим и исследовать цель, мечтам. Больше слушать себя, а не социальные установки. Это самое главное. Кстати, я об этом себя начал слушать относительно тоже недавно. Поэтому для меня это довольно важно. Поэтому я желаю волноваться и быть настоящим. в конце. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.